Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я обнаружил, что у меня на канале достаточно много людей, состоятельных, вот вип-клиенты и так далее, которые привыкли, которые зарабатывают неплохие деньги и которые привыкли жить хорошо. То есть вы начинаете зарабатывать хорошо, вы начинаете пользоваться вот этими самыми вип-залами, вы летаете на бизнес-классах на самолетах, вы используете все самое-самое лучшее, вы привыкаете ездить на хороших машинах. Это очень-очень здорово. И когда я говорю, что нужно создавать источники пассивного дохода, то как раз вот именно к таким людям я и обращаюсь, потому что высокая зарплата – это здорово, высокие доходы – это здорово, но к этому очень сильно привыкаешь. И есть риски. То есть вот вы большой начальник, у вас там огромная ответственность, и вы получаете большие деньги, вы пользуетесь бизнес-классом на самолетах, но это же покупает ваша компания эти билеты, вип-залы, все это за счет компании, понятно, потому что компания поддерживает свой имидж, и вы привыкаете, вы свыкаетесь с этим, и кажется, что это ваше. Но это не совсем так, это ваше только до тех пор, пока вы работаете в этой компании. А работа в компании сопряжена с рисками, потому что, когда вы работаете в компании, вы зависите от кого-то, по-любому, от политической ситуации, в конце концов. То есть, ну, скажем, Путин не вечен, поэтому и Сечин, наверное, когда-нибудь уйдет со своего поста, и Миллер тоже самое, уйдет с поста, и их доходы резко упадут. Вот, и они это понимают. Вот, и именно поэтому, если у вас доходы позволяют откладывать какую-то сумму, то это надо обязательно делать. Ну, скажем, смотрите, вот вы получаете, ну, скажем, 200 тысяч рублей. Это нормально, и это хорошо. Вот, но вы работаете, вы, так сказать, там у вас огромная ответственность, там масса всего 200 тысяч рублей. Вы привыкаете жить на эти деньги. Это небольшие деньги абсолютно, это нормально, там, ну, 500 тысяч рублей, предположим. Там, ну, на 500 тысяч уже получше жить можно. Но, смотрите, как только по каким-то причинам вы уходите из компании, это может быть, там, ну, политика, это может быть смена руководства, это может быть просто болезнь. И ваши доходы падают. И что произойдет? Ну, скажем, по возрасту, если, например, да, ну, пенсия, извините, ну, 40 тысяч будет, ну, 60 тысяч будет пенсия. Это не 200, к которым вы привыкли. И вы не сможете поддерживать тот уровень на вот эти вот 40-60 тысяч рублей, к которому вы привыкли. Поэтому, если у вас доходы высокие, то вам тем более необходимо создавать источники пассивного дохода. И люди это понимают. И я вот когда читаю про людей, которых там много денег, так сказать, там, ну, сообщения, когда-то судебные всякие органы приходят, там, деньги в коробках находят, там, у начальника федеральной таможенной службы и так далее. Вот. Но смотрю просто, вот, как чиновники, куда вкладывают деньги, там, 5 квартир, 6 квартир. Ну, что ты будешь делать с этими квартирами? Сдавать, даже если сдавать, ну, 5-6 процентов годовых, ребята, это можно делать лучше, интереснее и более надежно. Квартира, она же в реестре, любой Навальный ее увидит. И тут же делает огласку. А брокерский счет, ну, все-таки он закрыт. То есть там, ну, вот так вот просто, чтобы каждый желающий мог зайти в реестр и посмотреть, какое количество денег там лежит, такого не будет. И с брокерским счетом здесь, ну, есть хоть какая-то тайна, надо сказать, недвижимости точно нет. И недвижимость – это не такая выгодная вещь, вот. Поэтому, ну, брокерский счет – это лучше. И есть инструменты. И смотрите, что получается. Если у вас мало денег, то вы можете купить только облигации, там, 6-7 процентов годовых. От 70 тысяч рублей уже можно модельный портфель, там риски, да, ну, там 20-30 процентов годовых получается. Ну, там риски есть. Но уже от, там, 250 тысяч рублей структурные продукты с защитой капитала. 10, там, процентов, примерно 10-14 процентов годовых дают, но 100% защита капитала. Смотрите, чем больше денег, тем больше надежность и тем больше доходность. А если уже взять структурные ноты, валютные, то получается, там, 10-12 процентов годовых в валюте структурная нота. Я вообще вот с этого инструмента балдею, потому что там фиксированный купонный доход платится. Ну, при определенных условиях, конечно, риск есть, но он настолько минимальный, что… Ну, это стоит того делать, просто 10% годовых в валюте вы нигде не найдете. Это очень здорово. И получается, что чем больше у вас денег, тем больше доход они приносят. Ну, сравните с недвижимостью, там, ну, это вообще никакой в ворота не лезет. И здесь на структурной ноте деньги капают нам автоматически. Каждые три месяца просто они поступают на брокерский счет. Нам не надо ходить, не надо у арендаторов выбивать эти деньги какие-то, если они там какие-то, ну, так сказать, у человека нет денег и все. Понимаете, у той компании, на акции которой, на активы которой опираются структурные ноты, ну, надежность намного выше. Да, эмитент структурной ноты – это, ну, крупнейшие банки, там, типа, Notixis, потом Швейцарский банк, EFG, потом Goldman Sachs, слышали, наверное, Commerzbank, Германия, крупнейший банк. Ну, вот такие вот эмитенты структурных нот, ну, это надежнее, чем просто квартиру сдать в аренду, друзья мои. Поэтому, если у вас большие доходы, то вам просто необходимо иметь брокерский счет и часть денег вкладывать именно сюда. Вот просто необходимо, это настоятельная необходимость. Во всем цивилизованном мире люди именно так и делают. Посмотрите, у Трампа трастовые фонды какие-то, деньги вложены в управляющие компании. У Обамы, значит, там, ну, была декларация просто, это, так сказать, открытая информация, сколько денег куда вложено. У всех людей достаточно состоятельных, в развитых странах открыты всякие различные такие вот программы управляющей компании, которые управляют деньгами. Большие деньги дают большие деньги. И, ну, этим надо заниматься. Обязательно. Если вас заинтересовало, ну, обращайтесь, я помогу. Координаты мои вы сможете найти, конфиденциальность будет соблюдена. До встречи, с вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok